Однажды, как-то от чтения этих философов, я пришел в самое дурное настроение Духа. Я стал тосковать и метаться. Душа моя смертельно страдала по живому Христу. Тогда, охваченный такой страшной тоской, я стал спрашивать себя, «Можно ли, без всякого сомнения, верить в божественность Христа?» И после долгого колебания я сказал, «Можно». В этом я не ошибся. Предо мной лежала целая груда философских книг. Рядом с ними и Святое Евангелие. В этот момент я совершенно беспристрастно, приспокойнейшим образом взял эту груду философских и ученых книг, положил на одну чашу весов критики, а на другую чашу я положил одно лишь только Евангелие. И что же я увидел? К моему удивлению, Евангелие абсолютно перевесило их. Тогда я на первую чашку пригласил сесть из самих философов, всех стран и веков и ученых со всеми гениальными их произведениями и творческими завоеваниями человеческой мысли. И вот, когда они сели на первую чашку весов, то она по-прежнему стояла на своем месте. Тогда, наконец, я пригласил сесть на эту же самую первую чашку весов и всех основателей разных языческих религий на Земле. И вдобавок, к ним я еще пригласил Будду, Магомета и Моисея со всеми их каноническими священными книгами. И когда они сели на ту же чашку весов, она также стояла по-прежнему неподвижно. Тогда я весь затрясся от радости, слезы полились из моих очей, и оттача же взял Евангелие в руки и во весь голос воскликнул. «Царь мой и законодатель Христос, отныне я твой, и ты мой, будем вовеки неразлучны. О, как мне хорошо! О, как мне хочется быть с тобою и только с тобою! И в эту же минуту я от избытка внутренней душевной радости раскрыл Святой Евангелие и с невыразимой жаждой начал читать Нагорную проповедь и затем и прощальную речь Христа. «Боже мой!» — говорил я себе, — «а одна Нагорная проповедь бесконечно дороже всей Вселенной, а прощальная речь Христа, разве она меньше стоит, чем весь этот видимый мир?» Сравнительно с нею, что такое вся философия и вся наука мира сего? Самое большее, чего стоит не только вся философия и вся наука мира сего, но и весь видимый мир со своими ценностями, так это чтобы во имя одного евангельского слова, не говоря уже о всей Нагорной проповеди Христа или о прощальной речи Спасителя, раз навсегда отречься от Него и навеки забыть Его. В самом деле, что такое мир со всеми своими ценностями? Разве он не есть процесс борьбы хаоса с кошмаром? Разве он не есть царство смерти? Не то Евангелие. Оно скрывает в себе такую абсолютную вечную бесконечную действительность, сравнительно с которой весь мимолетный видимый сей мир словно какая-то мимолетная тень минутного сновидения. Евангельская жизнь есть самая настоящая истинная жизнь. Кто хочет серьезно убедиться в самой действительности евангельской жизни, тот сам пусть и лично попробует сколько-нибудь пожить по Евангелию. Пусть он путем личного опыта, практического, живого опыта узнает, что такое сама по себе есть евангельская жизнь. Тогда он убедится, что евангельская жизнь более реальна, более совершенна как по своей действительности, так и по полноте своего содержания, сравнительно с жизнью мира сего. По моему личному убеждению, следовало бы настойчиво требовать от всякого сомневающегося в истинности евангельской жизни, чтобы он хоть один год в своей жизни прожил исключительно по Евангелию. И только тогда он в праве будет судить о евангельской жизни. Когда человек сам проникнется Евангелием, когда он лично сам по себе испытает его учение, когда он решится проводить евангельские заповеди, в частности Нагорную проповедь, свою собственную жизнь, тогда и только тогда он твердо и непоколебимо убедится и уверится в том, что истинная жизнь есть жизнь одна, жизнь евангельская. Евангельская жизнь не исчерпывается одними лишь каким бы то ни было понятиями. Нет, это именно самая настоящая жизнь, и она доступна христианину исключительно как жизнь. Она настойчиво требует для себя всего человека, целого человека, со всей его волей и умом. И вот когда человек, взявший на себя ярмо евангельской жизни, и начнет ею жить, и жить всем своим существом, тогда и только тогда, и сам Христос, как изначальный центр евангельской жизни, Его и в дальнейшем наставит и научит, и убедит всем внутренним и внешним доказательствам о своей божественной жизни, а вместе с тем и о своей божественной сущности, единородной сыновности Богу Отцу, и разное всегда пленить Его собою, и овладеть всем существом Его. И вот тогда и только тогда человек уверится и убедится, что евангельская жизнь есть самая истинная и действительная жизнь. И даже не только евангельская жизнь есть самая истинная и совершеннейшая жизнь, но она есть еще и самое главное и самое верное доказательство божественности Христа. Повторяю, самое основное и центральное доказательство божественности Христа есть жизнь по Евангелию. Вне евангельской жизни, для неустойчивого вери, пытливого, человеческого духа нет других твердых и непоколебимых доказательств божественности Христа. Да, самое твердое верное, вечно непоколебимое доказательство божественности Христа, а также реальной истинности евангельской жизни, есть жизнь по Евангелию, живой опыт евангельской жизни. Правда, кроме собственно евангельской жизни, как самого главного, основного доказательства божественности Христа, я много раз останавливался еще и на других второстепенных доказательствах божественности Назарецкого Учителя Иисуса. Из них всего более меня всегда поражало учение Христа об абсолютно чистой, светоносной, как солнечный луч, святой любви, как единственной во вселенной силе, опрокидывающей собою все ценности человеческой жизни и творчески из себя рождающей и собой созидающей совершенно новую жизнь со всеми ее новыми духовными ценностями, которые рано или поздно непременно лягут в основу всякого бытия и всякой жизни всей Вселенной. Учение Христа есть совершенно особого рода творческая сила, которая еще неведома миру. Эта евангельская сила по своей сущности есть такая сила, которой суждено не только преобразовать собой все человечество, но даже и пересоздать всю Вселенную. Всей евангельской силе, безусловно, подчиняется Солнце, Луна и все небесные звезды, и эта сила, как элемент всемогущего Святого Духа, снова пересоздаст, переплавит и преобразит все создание Божие. Я говорю так о Евангелии не потому, что я христианин и отношусь к нему непристрастно, нет, а потому что оно внутреннее, по своей сущности и есть таково на самом деле. Не могу молчать еще и о том, что я неоднократно задумывался так же и над следующими вопросами. Каким образом бедный, неученый и школьно необразованный Иисус в своем учении стоит не только выше всех человеческих знаний, но и как вечный, неисчерпаемый, живой центр всех знаний всего человечества? Каким образом самые первоклассные гении творчества, человеческой мысли и корифей наук, часто с полным сознанием своего невежества и беспомощности, не стыдятся смиренно находиться у ног этого галилейского простеца и неуча, прося и моля его, чтобы он научил их истине? Каким образом этот бедный, необразованный простой плотник Иисус перевернул собою всю историю всего человечества и стал в ней ее живым историческим центром? Каким образом скиталец Иисус воплотил в себе всю эволюцию всего человечества и сам в себе соединил и органически сочетал ее начало и завершение? Каким образом Он основал на земле такую святейшую, абсолютнейшую, универсальную религию, которая по своему существу есть Его живая мастерская, где Он перерождает и пересоздает верующих в Него и любящих Его по своему собственному оригиналу в точные живые копии самого себя? Каким образом Иисус творил и творит такие дела, каких никто никогда не творил и творить не может? Каким образом, наконец, скиталец Христос, распятый, как безбожник и злодей, до сего дня познается и почитается как Сын Божий и как источник всякого религиозного познания и родоначальник всякого добра и божественной силы? Сей Христос вот уже девятнадцать веков существует на земле, и пусть хоть кто-нибудь добросовестно, беспристрастно укажет хоть маленькое пятнышко греха в его жизни. Свидетель Бог, если бы мне кто-нибудь доказал, что жизнь Христа была такая же грешная, с такими же слабостями, как и наша, то я такого человека счел бы за самого Бога, а Иисуса Христа пришлось бы с честь за величайшего в мире обманщика и лжеца. Величайшая в мире заслуга выпала бы на долю того, кто сумел бы развенчать Христа и не извести его на степень обыкновенных детей земли. Такой человек был бы выше всех благодетелей всего человечества. Но я положительно и торжественно заявляю и говорю, что не только такого человека никогда не было и не будет, но если бы и весь мир и вся Вселенная дерзнули на такое дело по отношению к Христу, то самое большее, что могли бы они сделать Христу, так это то, чтобы исторнуть из сердца Христа все поглощающую любовь к себе. А само дело осталось бы одними гордыми и жалкими попытками. В настоящее время, особенно за это дело, цепкими руками ухватились христиане-теософы. Это больная накипь современного интеллигентного мира, который столько знает Христа и его учения, сколько крот о полете орла и сколько насекомое знает о могуществе льва. И вот они повсюду трубят, что Христос не удовлетворяет их, что его учение якобы уже пережито, и что оно не заполняет все существо их, и что его должен низвергнуть и заменить другой учитель человечества, и так далее. Подобные мои размышления о Христе всегда заканчивались мыслью, как творению невозможно быть Богом, так и Богу невозможно быть творением. Так я размышлял о Христе, и через такое размышление я снова приходил к вере во Христа. И мне снова хотелось молиться, снова хотелось любить Христа, и снова все мое существо озарялось светом, какой-то духовной радостью. Но это продолжалось недолго. Свет этой духовной радости опять сменялся во мне густым мраком тяжелого сомнения и колебания моей веры во Христа. Сердце же мое снова заволакивалось холодным, мертвящим туманом скептицизма. Все эти сомнения и колебания моей веры во Христа были отчасти следствием моей греховной жизни, отчасти горьким плодом несчастной философии. Философия научила меня умовой лжи и ловкой изворотливости разума в умственных моих операциях над самыми понятиями. Поэтому, несмотря на то, что я много раз, размышляя о Христе, приходил к той сильной непоколебимой вере во Христа, то мне казалось, что вперед я больше никогда ни на одну йоту не усомнюсь в божественности Иисуса, но, несмотря на все это, мой ум, отравленный философским пантеизмом, часто переносил мои мысли с Иисуса на Лао-Дзы, на Угалтаму Будду, на Зараастрон, Магомета, и они не раз такие минуты сомнений нашептывали мне. Что же ты хвалишься и кичишься своим Христом? Разве Лао-Дзы, Гуатама Будда, Магомет, Зараастр и другие не такие же, как твой Христос? Чем же твой Христос лучше основателей других религий на Земле? На все эти вопросы после долгого и всестороннего анализа религий и самой их жизни я опять становился на сторону Евангелия. Относительно Гуаутамы можно сказать, что его философия, ставшая впоследствии религии, есть по самому существу своему религия для противников всякой религии и вера для абсолютно неверующих. Что же касается магометанства, то эта религия слишком чувственная, религия сладострастия плоти. Так изо дня в день я страдал и мучился в своей религиозной жизни. Такова богоотставленность по своей природе, она всегда чревата одними муками и невыносимыми страданиями человеческого духа. Кроме упомянутых философов, я познакомился с Достоевским, с Соловьевым, Толстым. Не могу умолчать, последний по самому духу был мне родным. Во многом я с ним соглашался, но и во многом совершенно расходился. Основанием моего расхождения с ним является то, что он отверг божественную сторону во Христе. Для меня все же в настоящее время божественная сторона во Христе более реальна, чем мое личное «я». Сознаюсь, однако и в том, что я все же не могу допустить, чтобы он совершенно не верил во Христа, как в Бога. Не думается, если Лев Николаевич поверил в учение Христа, если евангельская жизнь для него была частью его собственной жизнью, то значит, что он поверил и в самого Христа, и поверил, конечно, не словами, не метрической верой, не книжной верой и не верой кастовой, профессиональной, а верой жизни, верой дела, верой внутреннего преобразования естественного человека в христианина. Правда, против этого моего убеждения относительно веры Толстого в божественность Христа найдется очень много самых сильных, неопровержимых с его же стороны аргументов и в его же собственных книгах, но на это я могу лишь сказать, что прежде всего между Толстым книжным и Толстым действительным, по моему мнению, лежит непроходимая бездна, а затем, если бы все профессиональные защитники христианства и борцы правоверия хоть половину искренности Льва Николаевича Толстого имели в себе, то они на страницах собственной же своей жизни нашли бы столько самых страшных, самых кощунственных, доходящих до богохульства аргументов против христианского Бога, что сам Лев Николаевич сравнительно с ними стоял бы намного ближе ко Христу, чем они сами. Сущность христианства ведь не заключается в одних догматах, не замыкается она исключительно в Церкви. Нет, она есть прежде всего внутренняя, любовная, деловая, творческая, духовная жизнь, питаемая жизненными соками евангельских заповедей и, в частности, Нагорной проповеди Христа. Она есть реальное переживание догматов через Нагорную проповедь Спасителя. Кроме влияния на меня книг Толстого, он очень и очень часто являлся мне во сне, и беседуя со мной о Христе, о христианстве, он еще сильнее своих книг влиял на мою душу. Странно, во сне он не раз со слезами настойчиво говорил мне, «Спиридон, Христа нужно проповедовать не одним словом, но делами и самой жизнью». Его длинные беседы со мной во сне поражали меня. Я часто удивлялся им. Живя в Забайкальской области, я сталкивался и знакомился с некоторыми умными ламами, а также с преступным миром Нирчинской каторги. Часто я вступал в религиозные собеседования с ними, и нередко при этом мне приходилось выслушивать отлам горькую правду. Много раз говорили они мне, «Вы христиане, для того и христиане, чтобы своей жизнью отрицать всякого Бога. Что касается вашего Христа, то мы, язычники, часто жалеем Его. Вы знаете, от начала появления на земле человечества и воплоть до наших дней еще не было человека, который бы так подвергался всевозможным мукам, циничным издевательствам, насмешкам, всякого рода кощунственным поруганиям, дерзким пощечинам, скверным плевкам, как ваш Христос, отважие сами, христиан. Смотря на вашу жизнь, мы должны сказать, что ваш Бог вовсе не Христос, а какой-то самый злой дьявол. Вы живете жизнью дьявола. Злее христиан никого нет в мире. Вся ваша христианская религия есть в вашей жизни сплошная насмешка и издевательство над Христом. Относительно же вас, самих миссионеров, у нас, язычников, составилось такое твердое убеждение, что вы до мозга костей лжецы, обманщики и отъявленные палачи человеческих душ. Вы проповедуете нам Христа, а сами совершенно в Него не веруете. Ваша вера в Него – вера карманная и желудочная. Вы нам проповедуете Христа за деньги, за награды. Если бы вы, миссионеры, верили действительно во Христа и ради Него самого проповедовали нам Евангелие, то тогда вы и жили бы по учению Христа. А теперь же мы видим и убеждаемся, что вся ваша жизнь есть совершенное лицемерие и преступное шарлатанство. Вы нам проповедуете живого, святого христианского Бога, а сами пьянствуете, прелюбодействуете, играете в карты, курите табак, занимаетесь торговлей Христом, продаете Царство Небесное, обкрадываете простых людей, ругаетесь скверными словами, едите сытно, одеваетесь роскошно, насчет Христа выстраиваете себе дворцы, кладете тысячи в банк, учите на них своих детей, живете праздно, пренебрегаете черным трудом и так далее. Поэтому на наш беспристрастный взгляд миссионер христианский есть христианский Иуда и богопродавец. Таково мнение лам о христианских миссионерах. Один лама в беседе со мною утверждал, что самым первым врагом христианства являются миссионеры. Он говорил, все миссионеры христианской религии, прежде всего, государственные политики, они сперва проповедуют нам Евангелие, а за Евангелием мы слышим грохот пушек для нас. Вот почему, говорил он, вы, миссионеры, всегда и везде являетесь страшными убийцами человеческих душ, распространителями антихристианского духа. Так мне говорили правдивые ламы. Мне было прискорбно слышать такую чистую и святую правду. Действительно, я не буду говорить о других, скажу лично о себе. В бытность мою миссионерам я сам чувствовал, что все мои миссионерские поездки к язычникам вносили в мою душу страшную нравственную муку. Я не раз спрашивал себя, где и в чем заключается действительное ручательство моей личной веры в то, что я проповедую этим несравненно чище и нравственнее меня живущим детям природы. Я влеку их ко Христу, но сам-то я живу ли по Евангелию? Я хочу вести их христианство, но в какое? Не в то ли, в каком я сам живу? Если в это христианство, то это не истинное христианство. Это христианство есть враждебное язычество против истинного евангельского христианства. Что же касается чистого, подлинного христианства, то я по самому духу моей жизни злостно враждебен ему. После этого, куда же я веду этих детей природы? Ведь недостаточно только учить людей христовой вере, а самому оставаться язычником. Если хочешь учить людей и крестить их, то прежде всего самому нужно быть истинным учеником Христовым, истинным последователем Иисуса Христа. Я же вовсе не ученик Христа и совершенно не его последователь. Так я думал, рассуждая с самим собой. Однажды, когда я отправился на Иванозеро, что около села Шакши, там я увидел одного бурята, который с горькими слезами раскаивался в том, что он принял христианскую православную веру. Он говорил, «О, так нехорошо, шибко нехорошо миссионер делал». Он мне говорил, «Крестись, крестись, будет хорошо». Я крестился, и теперь я не знаю, какому Богу молиться. Бурятскую веру я бросил, русскую веру я совсем не знаю. Стал я как собака. Зачем я слушал русского миссионера и крестился в русскую веру? Теперь я не человек, не собака. Большое зло я сделал, что свою веру в себе изломил, а русскую не сделал. Эти слова несчастного бурята глубоко заставили меня задуматься. Таких случаев было немало. И вот, подобные явления останавливали на себе мое внимание. Они доказали мне, что современное миссионерское проповедование Слова Божия есть одна только безнравственная порча тех людей, которым мы проповедуем Евангелие. В самом деле, что в настоящее время вылилось церковное проповедничество Слова Божия. Прежде, в одни появления христианства были харизматичные апостолы, пророки, учители христианской церкви. Они не столько словом проповедовали Христа, сколько делом, сколько самоотрещенную любовью к Иисусу, сколько свою тяжело нагруженную евангельскими подвигами святой жизнью. Не то теперь, не то и я, как сын века сего. Я прежде всего не хочу себя наклонить под зермо единого Учителя и наставника Христа. Нет, я хочу быть прежде всего сам Учителем и наставником других. Я хочу сам заменить Христа и учить людей тому, что противно и враждебно Христу. Мне в то время казалось, что все люди, конечно, исключая лично меня, большие невежды. Их нужно просвещать. Для них нужно что-нибудь делать. Им нужно во всем помочь. Их нужно спасать от вечных мук. И все это нужно делать для них сейчас же и так далее. Такие моменты моего стремления учить людей, проповедовать им спасение души, часто сопровождались во мне жалостью к людям, слезливым восторгом, радостью и так далее. Но вместе с тем я чувствовал, что все это одна девольщина, один великий грех гордыни и тонкого тщеславия, потому что каковы бы ни были подвиги, совершаемые мною, но если они оторваны от самого Христа, от его евангельского учения, и если в свою очередь сама моя жизнь есть одно лишь лицемерие и горькая насмешка над самой религией и над самим Христом, то, конечно, все это есть вверх всякой злобы и сатанинской гордости. Так стремился я своими проповедями пересоздать, охристианизировать весь мир, только отнюдь не касаясь ни самого себя, ни своей собственной личной жизни. В настоящее же время существует какая-то омерзительная болезнь, болезнь религиозная и болезнь ученая. Эта болезнь, как никогда, ныне в моде и сама по себе очень заразительна. Она особенно заражает религиозных ученых и духовно пустых, праздных прожигателей жизни. Эта болезнь по существу своему есть великая благородная мания учить и только учить других тому, с чем собственная жизнь совершенно расходится, или в крайнем случае, чего в личной жизни никогда сами эти господа на практике не переживали, в чем никогда серьезно внутренне не упражнялись, ограничиваясь только лишь одной болтовней. В настоящее время действительно, чтобы пропслыть религиозным и ученым, нужно как можно больше о своих предметах красиво и ловко болтать. Это страшная болезнь нашего века. Она есть грозный показатель живого разложения души европейца-христианина. Этой предсмертной болезнью страдала некогда и сама мудрая Эллада. Этой же болезни болел и я, и болел больше, чем другие. Я учил язычника верить во Христа, но сам я на самом деле давно потерял живую веру в него. Я проповедовал Евангелие язычникам, а сам жил совершенно против Евангелия. И вот когда приходилось встречать крещенных бурят, тунгусов, арачан, печально раскаившихся в том, что через принятие православной веры они потеряли всякую веру в Бога, тогда душа моя наполнялась какой-то злостью против самого себя. И в то время мне было ужасно тяжело. Я хорошо сознавал, что мое миссионерство среди язычников было ничем другим, как распространением другого нового язычества, современного христианства. Это меня страшно мучило. мучило. мучило.